Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире национального телевидения Чуваши и программы Спорт-Сити. И сегодня, как и было обещано в прошлом выпуске, мы познакомимся с девушками, которые не просто слышали о футболе, но и сами занимаются им, посвящая этой игре свое свободное время. Футбол – мужская игра, а вот и нет. Героине выпуска наглядное тому подтверждение. Это студентки Чувашского государственного университета. Тесно с этим видом спорта они познакомились именно в стенах вуза. Совсем недавно, несколько лет назад, было слово «эмансипация в моде». Теперь из моды выходят, потому что уже женщины перехватили инициативу, я так думаю. Во многих вопросах, даже у мужчин. Поэтому такие виды спорта, как футбол, хоккей, даже единоборство, и в тяжелой технике женщины начинают себя проявлять полностью. Но женский футбол, конечно, он по-своему такой же заразительный, как и мужской. Здесь представительницы разных факультетов, курсов. И хотя всех их объединила любовь к футболу и мини-футболу, предыстория у каждого своя. Этот вид спорта окружает меня с самого детства. Еще в школе на уроках физкультуры мы больше всего играли именно в футбол. И этот вид спорта полюбился мне, можно сказать, со школьной скамьи. Поступив в университет, именно в Чувашский государственный университет, я узнала о футбольной секции для девушек. И, не раздумывая, пошла сразу записываться. Получается, начала я пять лет назад только. Футбол больше мне помогает выплеснуть отрицательные эмоции негативные. Здесь я, можно сказать, отдыхаю. И после тренировки я становлюсь более счастливой. Вся агрессия уходит. Пришла я в футбол по совету своей знакомой. Она меня долго уговаривала. Я даже не знала, что у нас есть женская сборная по футболу. А когда я пришла, оказалось, что есть и тренер, и целая команда. Мне стало интересно, и я решила попробовать себя. Тогда был у нас большой футбол, и поэтому было тяжело. Родители не очень одобряли, потому что это такая жесткая игра, и девочкам не место. Тренер Виктор Иванов и его ассистент Сергей Николаев на тренировках спуску девушкам не дают. То есть девушки, они более эмоциональные. Приходится как-то находить подходы, как-то искать пути общения с ними. Поэтому есть какие-то нюансы именно с этим связаны. А так в общем тренировочном процессе все проходит так же, как и мужчин. То есть мы скидку не делаем. То есть у нас девушки должны играть не хуже парней. У нас такая задача. Для этих спортсменок нет увлекательнее мира, чем футбольный. Футбольный. Практически у каждой есть клуб, за который они болеют всей душой. Я в основном слежу за испанской лигой. Мне еще нравится Бундеслига, немецкий чемпионат. Болею я сама за Реал Мадрид, который играет как раз за Ла Лигу. А среди наших российских команд мне нравится Зинни. Очень хороший клуб. К сожалению, времени не хватает смотреть футбол, но я болею за Атлетико Мадрид, за испанскую команду, как мой брат. Также я поддерживаю команду Спартак, потому что так же мои родители, папа и мама, и так же младший брат болеют за Спартак. Женский футбол развивается в Чувашии не только на базе университетов республики, но и в Чебоксарской спортивной школе «Энергия» и в нескольких районах. Конечно, развивается он не такими темпами, как хотелось бы, но подвижки есть. На данный момент, конечно, футбол Чувашии испытывает не самые лучшие времена. То есть были времена Волжанги, так известные, да, Чувашки, когда она гремела не только по всей России, но и по всему миру. А потом, ввиду отсутствия финансирования, все вот эта пропасть образовалась, которая не была заполнена. Сейчас потихоньку-потихоньку дети начинают тренироваться, потихоньку уровень растет. Есть варианты для развития, но это должно быть не только от уровня отдельных людей, личностей, то есть должна быть программа в целом принята не только по Чувашии, но, естественно, и по всей России. То есть эта ситуация не только у нас, но и по всей России, за исключением, конечно, Москвы. Ну, для женщин и девочек в нашей республике проводится организованный регулярный чемпионат республики, проводится Кубок республики зимой, зимой проводятся турниры по мини-футболу в залах. Довольно-таки активную часть принимают женские команды. Я считаю, что потихонечку женский футбол в нашей республике развивается. В рамках программы мы проводим Блиц-опрос наших героев. Сегодня зададим пару вопросов тренеру девушек Виктору Иванову. Во сколько лет вы начали тренировать футболистов? 25. Кого проще тренировать, девушек или парней? Парней. Почему женский футбол менее популярен, чем мужской? Потому что он женский. Лучший профессиональный футбольный женский клуб? Звезда АПЕМ 2005. За какой профессиональный мужской клуб болеете? Барселона. Стадионы города Чебоксары могут стать тренировочными площадками команд-участниц Чемпионата мира по футболу. Какую сборную хотели бы видеть здесь? В Испанию. Кто лучший футболист, по вашему мнению? Месси. Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, будете смотреть по телевизору или посетите хотя бы один из матчей? Удастся посетить. Если не футбол, то какой вид спорта вас привлекает больше? Бокс. Думали ли о том, чтобы тренировать кого-то помимо футболистов? Да. Кого? Боксеру. С женским футболом все ясно. А многие ли слышали о смешанном футболе? В этом году Чувашии удалось собрать подобную команду и принять участие в открытом чемпионате Казани. Результат этой инициативы – золото турнира и желание команд-участниц продолжать свои дальнейшие тренировки именно по программе, которую опробировали в Чувашии. Местская система игры 3 плюс 2 подразумевает то, что 3 парня и 2 девушки. То есть, когда ты ставишь парня ворота, соответственно, у тебя 2 девушки свободные, 2 парня играют. Если ты девушку ставишь, то у тебя на одного парня в поле больше. То есть, в основном все применяли вот такую систему, то, что парень в воротах, и он стоит, не играет. А мы решили все-таки задействовать парня как полевого игрока со сменной девушкой тоже. То есть, у нас и парень выбегал, играл пятого полевого игрока именно на игру с комбинацией на пятого полевого. И бывали сменки, когда мы водили специальную девушку под конкретную игру, под конкретных соперников. Так мы тоже к этому готовились, изучали соперников. Футбол разрушает стереотипы. Мы вместе с ветеранами доказали, что возраст спорта не помеха. Мало того, и пол далеко не главное при выборе основного увлечения. А в следующем выпуске убедимся, что футбол способен объединять людей разных стран и национальностей. И все это в столице нашей республики и в программе «Спорт-сити». Сейчас же прослушайте анонс спортивных мероприятий, которые пройдут в Чубаксарах в ближайшее время. До новых встреч! 24 по настольному теннису среди сильнейших кадетов и юниоров страны. Начало ежедневно в 10 часов. Здесь же с 19 по 22 октября пройдет первый тур континентального чемпионата Федерации настольного тенниса России. А 21 октября жители и гости региона смогут воспользоваться услугами республиканских и муниципальных спортивных сооружений абсолютно бесплатно. В Чувашии пройдет очередной ежемесячный день здоровья и спорта. Редактор субтитров А.Семкин